Девушки отдыхают Я требую, чтобы ответчик вернул украденные с карточки моей жены, которую мы пользуемся совместно, сумму в размере 200 тысяч рублей. Мы с нашей супругой прожили 12 лет. Жили непросто. У нас разные характеры, разные интересы по жизни. Два раза мы разбегались, даже один раз разошлись официально. Но потом, в связи с тем, что мы понимали, что мы половинки. В всех наших недостатках мы не можем жить друг без друга. И мы еще раз заключили брак официальным путем. Моя супруга, может быть, из-за того, что у нас не было детей, имела некую странность. Она любила, как говорится сейчас, модно говорится, тусоваться в среде гораздо более моложе ее мужчин. Поначалу меня это дико бесило. Из-за этого мы в свое время и разошлись. Но потом я понял, что это сублимация материнства. Она помогает им. Для нее очень важно человека подтолкнуть в карьерном плане, помочь советам с какой-то профессиональной степени и так далее. И это было месяц, два, полгода, около года максимум один раз было. И все это кончалось. И она всегда ко мне приходила. И мы опять были вместе. Вот такой у нее был характер. И я думаю, что наверняка это бы случилось и в очередной раз. Но, к сожалению, она погибла. Погибла в автокатастрофе. За рулем как раз была отведча, которая делалась легким испугом. Вот. И он, пользуясь моментом, практически сразу же после смерти супруги, снял эти 200 тысяч, которые ему не принадлежат. И использовал их, наверное, по своим каким-то надобностям. Она, в общем-то, я так понимаю, содержала его, судя по выпискам из банковских счетов. Это были фитнес-клубы. Она сама туда ходила, в эти фитнес-клубы. Ну и с тобой вместе. Дорогие рестораны. Это были мужские магазины. Парфюм, костюмы и так далее. Вот. Хочу признать, что да, на него она потратила больше, чем обычно. Может быть, потому что достаточно долгое время. Она меня любила просто и все. Так вот. Я требую, чтобы отведчик вернул эти деньги, которые ему не принадлежат. Вот и все. Скажите, пожалуйста, истец. Как вы пришли к выводу, что именно отведчикам были сняты деньги с банковской карточки? Они поехали на отдых в Крым, на Украину, там и разбились. И я, честно говоря, даже не знал об этом. Вот. То есть я узнал о смерти жены именно после смерти. Я поехал, забрал тело, потому что я законный супруг и свидетельствует о смерти. Все расходы по перевозке тела на родину и все расходы на кладбищенские дела – это на моих плечах. А он даже на кладбище не явился. Нет, нет, истец, я сейчас говорю конкретно об этих 200 тысяч. Вы утверждаете? Карточка была с ней. Карточка была с ней, и он снял эти деньги. Нет, а вот меня интересует, как вы поняли, что именно отведчик снял эти деньги. Нет, подождите сейчас, одну секундочку. Вот как вы поняли, что именно отведчик снял эти деньги? Потому что, да, значит, в заключении о смерти была точная дата и время. Время вы имеете в виду. Да, время, время, да. 14.35, насколько я помню. А последняя банковская выписка, где вот точно вот эта сумма, которая была остаток, был счет обнулен – 15.00. Будьте добры, пожалуйста, мне выписку из счета удвижения денежных средств, свидетельство о смерти, заключение о причинах смерти, свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Будьте добры, пожалуйста. Я вас слушаю, отведчик. Ваша честь, я с иском не согласен. Я сейчас расскажу вам историю, что произошло, как это все было. Мы действительно познакомились с Надей и влюбились в друг друга. Этот человек, он не тот человек, которому нужен был Надежда. Отвечет, будьте добры, пожалуйста. Меня не интересует ваша точка зрения в оценке истца. Будьте добры. Вот, пожалуйста, вы воздержитесь. Истец для меня – человек, который состоял с погибшей в официально зарегистрированном браке. Он является ее наследником. Меня не интересуют его морально-нравственные характеристики. Хорошо. Как я повторюсь, то, что мы любили друг друга, у нас строилась семья, мы вместе жили. Так, скажите, пожалуйста, покойная производила траты, ну, предметы мужского обихода. Это для вас покупалось? Да, у меня был день рождения, она решила сделать мне подарок. Понятно. У вас день рождения был каждые два раза в неделю? Нет, она просто делала мне подарки какие-то, да. Будьте добры, пожалуйста, скажите, вы работаете? Да. Кем? Я продаю машины. Продаете машины. Ваш заработок? Ну, примерно. Ну, как продам машину, там, тысяч 40-50. Как продам машину? Так, то есть он не носит никакого стабильного характера? Нет, ну… Понятно. Скажите, пожалуйста, вот по этой выписке, которая представлена, значит, покойной было потрачено с промежуток за, ну, умозрительно, за 4 месяца 2 миллиона 603 тысячи 846 рублей. Ну, значит, так… Это расходы на вас? Нет, ну, почему? Мы вместе тратили эти деньги. Вы вместе тратили эти деньги. Да, благодарю вас. Итак, поясните тогда, пожалуйста, суду разницу между временем смерти в 14.35 и выпиской из банкомата о снятии денег в 15.00. Когда мы попали в аварию, да, мы находились вообще в другой стране. Соответственно, у нее медицинского полюса не было, ее не могли там оперировать, ничего с ней делать не могли в этой стране. И пришлось платить деньги. Я платил деньги со своего кармана, платил деньги за обследование ее, я давал взятки врачам, потому что так бы ее не стали там содержать. Вот. Она лежала в коме, да, я сидел, проводил просто ночью напролет с ней, сидел, находился с ней. Послушайте, ну, отвечу, ну вы как-то, ну нельзя же… Ну, есть, это же даже не точка зрения ИСЦА, но есть официальные документы 14.35. Сейчас объясню. Это время смерти. 15.00 вы снимаете деньги. Она перед смертью вышла из комы. Я потратил все свои уже сбережения, которые у меня были. Я звонил друзьям, мне высылали деньги по банку, а через банк. Будьте добры, пожалуйста, что у вас есть? Ну, есть выписка из банка, квитанции, то, что мне переводы делали люди, мои друзья, потому что у меня денег своих не хватало. Тогда скажите, пожалуйста, у вас денежные средства, которые, как вы утверждаете, вы платили на взятки врачам, вы откуда их? У вас были наличные? У меня наличные с собой были деньги, да. У вас были наличные, понятно. И сколько денег вам перевели? Сколько у меня денег? Ну, тут же написано в квитанции. Ну, вы мне не сочтите за труд. Скажите, пожалуйста, сколько денег вам перевели? Это же вы же ответчик, а не я, правда? Денег-то сколько вам перевели? Здесь написано 6500. Это именно та сумма, которой не хватало для лечения? Ну, не хватало, да. Но я же не могу взять у врачей квитанции о взятке. Да нет, ну, простите меня, пожалуйста. Если услуги оплачиваются на платной основе, заключается договор. Ничего там не заключалось? Отвечка, это ваши проблемы. Заключается договор. Если вы в другой стране, без страховки, без того, что вы выезжаете на территорию другого государства и не приобретаете страховой полис отдельный, ну, опять же, я же не могу сказать, это ваши проблемы. Ну, это ваша позиция определенная, жизненная. Вы на территорию Украины приехали? Ну, я позвольте вам не поверю в то, что вы говорите, потому что на территории Украины медицинские услуги, платные иностранным гражданам, оказываются на основании договоров, которые заключаются. Ну, нам сказали то, что ничего не будет оплачиваться, и полиса нету. Сказочник. Я не сказочник, я говорю, как было. Зачем мне врать? Ну, так скажите мне, пожалуйста, я все-таки не понимаю. Вот момент смерти зафиксирован 14.35, а деньги вы сняли в 3 часа. Я ушел от надежды именно в половину третьего. Я в полтретьего ушел, она была жива. До банка идти полчаса пешком. Я пока дошел до банка, снял деньги, пришел обратно. В это время она умерла. Так, у вас квиточки на 6500, да, через судебный пристав. Передайте, пожалуйста. Так. Суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования СА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства, заявленные исковые требования удовлетворяет и взыскивает с ответчиков пользу СА денежные средства в размере 200 тысяч рублей. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что данные денежные средства входят в состав наследственного имущества, принадлежавшего умершей, так как на момент ее смерти они находились на ее денежном счете. Даже если умершая в устной форме предоставляла ответчику право на снятие денежных средств с ее счета, то с момента ее смерти это право прекратило свое действие. Истец, как муж, является единственным наследником по закону за умершей женой, поэтому в порядке наследования по закону у него возникло право собственности на все имущество, принадлежавшее умершей, в том числе и на денежные средства в соответствии с правилами части 1 статьи 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд хотел бы разъяснить, что вы, ответчик праве, можете взыскать сыстца как с наследника умершей, понесенные вами расходы, связанные с предсмертной болезнью умершей, если вы располагаете соответствующими письменными доказательствами. Если у вас есть письменные доказательства о понесенных вами расходах на лечение, на пребывание умершей в соответствующем поликлиническом или учреждении, или больнице, если вы сможете это доказать, вы можете взыскать это сыстца. Но в этой ситуации, поскольку доказать, что вы получили какие-либо устные разрешения или разъяснения, или пожелания, вы не можете, разница между снятием вами денежных средств и зафиксированным моментом смерти означает, что с момента наступления смерти какие-либо устные распоряжения прекратили свои действия, даже если они были. И в этой ситуации истец – единственный наследник, в первую очередь, за имуществом умершей. При том, что у них единый банковский счет, просто несколько карточек, которые являются средствами оплаты в определенной степени, а они равнозначны самому банковскому счету, то следовательно указанные денежные средства вообще относятся к совместно нажитому имуществу. И поэтому истец изначально имел право на половину этих денежных средств как супруг, и вторая половина является наследственным имуществом. Поэтому и ответчик вы обязаны возместить из суд 200 тысяч рублей. Истец и ответчик суд огласил свое решение, и дело закрыто. Решение суда. Исковые требования удовлетворить. Я почти год содержал любовника своей жены, а он после ее смерти еще захотел меня обокрасть. Нормально? От нормальных мужиков жены не гуляют. Я не понимаю, почему он должен возвращать эти деньги. Я их потратил на любимую женщину. Была бы Наденька живая, она бы это наказала. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА